Ольга Ковалькова, доверенная особа Светланы Тыхановской на радио «Свобода». Здравствуйте, Ольга. Привет, Анна. Давайте начнем с того, что я знаю, вы вскоре анонсировали следующий митинг в Беларуси, в Минске. Как я понимаю, оппозиция будет делать какое-то заявление. Можете анонс уже какой-то сделать? Что это будет за заявление? Нет, анонс мы сделать не можем, все его услышат завтра. Я не могу поделиться с вами, с одним из СМИ, тем, что будет завтра, но не поделиться с белорусским народом перед этим. Ага, хорошо. Смотрите, недавно мы общались еще с одним представителем координационного совета по передаче власти в Беларуси. Да, я напомню нашим глядачам, что это такой новостворенный орган, який створил в Беларуси буквально несколько дней тому за инициативу Светланы Тихановской. Так вот, Дмитрий Римашевский сказал нам, что недавно вас в аэропорту задержали. Правильно я понимаю? Нет, ну это не очень правильная информация. Нет, не задержали. Ну я же с вами сейчас разговариваю, нет, никаких задержаний в отношении меня не производилось. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что после того, когда был создан этот координационный совет, Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о том, что он вне закона, этот совет, и даже начали вызывать на допрос некоторых членов этого совета. Поэтому я подумала, вдруг вот это вот задержание было связано, может быть, с этой деятельностью. Нет, не было задержания, и это не связано с этой деятельностью. Действительно, уголовное дело возбуждено. Об этом сказал генеральный прокурор Конюку. Некоторых членов президиума уже вызывали в Следственный комитет. Меня они через них тоже приглашали, но лично приглашение я пока не получала ни по Весткой, ни по телефону. Ожидаете, что будете получать такое приглашение на допрос? Думаю, да. Думаю, да, почему нет? Ольга, а скажите, а есть такая вероятность, что вот вас сейчас начнут вызывать на допросы и больше не возвращать, вот просто закрывать начнут? Вообще вы допускаете такой сценарий? Ну это будет для них очень дорого стоить. Понимаете, что сейчас все внимание приковано к небольшому количеству людей в Беларуси, и если в отношении тех людей, которые сегодня говорят о мирных законных способах и о диалоге, власть продолжает репрессии и еще и допустит задержание, ну мне кажется, это будет концом вовсе ее. То есть сейчас все трещит по швам и доверие и поддержки у действующего президента и у его окружения практически не осталось у Беларусского общества. И дальше нужно разговаривать, как решить этот политический кризис, а не продолжать гнуть свою линию силовую и репрессивную, что они за 26 лет привыкли сделать. У нас не правовое государство, но силовое государство, и именно поэтому сегодня большинство белорусов выходит на улицы, и именно поэтому они сегодня протестуют, потому что они хотят уважения, а не унижения, они хотят закона, а не избиения и убийств мирных демонстрантов. И мне кажется, что это абсолютно нормальное требование в демократическом правовом государстве, к которому мы должны вернуться от репрессивного и государства, в котором КГБ и силовики руководят страной. — Ольга, а скажите вот такой вопрос. А как вы сейчас называете Александра Лукашенко? Вот кто он сейчас для оппозиции? — Я лично, как я его называю? — Ну давайте вы лично. — Ну для меня это нелегитимный президент. — Нелегитимный президент. — Я не председую Александру Лукашенко, я считаю, что выборы были скальсифицированными, и он не имеет права вступать в новый срок полномочий. — Я просто интересуюсь, потому что некоторые наши коллеги украинские, некоторые СМИ, уже ряд СМИ, избрал для себя такое поведение, что когда они пишут статьи какие-то или публикации, они называют Александра Лукашенко тот, который исполняет обязанности президента. Так вот, поэтому я интересуюсь и у вас, как вы называете между собой Александра Лукашенко? — У нас между собой мы вообще его никак не называем. Мы не говорим об Александре Лукашенко. Для нас очевидно, и для всего белорусского общества очевидно, что этот человек устал, и он должен уйти. Понимаете, и устал белорусский народ от него. Он буквально пару месяцев назад в каком-то интервью сказал, что вы не знаете, как тяжело мужчине даже нести эту ношу. Ну давайте вы ее оставите, потому что мы тоже не хотим, чтобы вы ее дальше несли. — Светлана Тихановская сейчас в Литве. Вот время от времени она тоже делает заявление, обращается к народу, призывает выходить на демонстрации и на забастовки. А вот вообще скажите, пожалуйста, вот вы же с ней поддерживаете связь. Она при каких условиях думает возвращаться в Беларусь и думает ли вообще? В качестве, не знаю, лидера. Она же лидер сейчас, я так правильно понимаю, для оппозиции? — Да, 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 конечно же она лидер, она человек, который победил на выборах президента 9 августа. — Ну вот и вот когда она думает возвращаться в Беларусь? — Ну она не планировала уезжать, и то, что так случилось, это, конечно же, вынужденный отъезд, и она не планировала ни уезжать, ни жить, поэтому какой-то точной даты никто вам сейчас не назовет. Мне кажется, Светлана сама почувствует, когда это будет для нее безопасно, и вы понимаете, ситуация для нее не такая позитивная, поскольку сегодня, как вы знаете, в заложниках фактически находится часть команды, и в том числе муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский, поэтому я думаю, что некоторые какие-то опасения у нее есть из-за его здоровья. — А почему вот так сейчас получается? Получается, что протестное движение вот в Беларуси, оно обезглавлено. Ну, по крайней мере, так мне видится с Украины. Или, может быть, я ошибаюсь? — А обязательно, чтобы у него кто-то был во главе? — Не знаю. Вот хочу вас спросить. — Мне кажется, вы знаете, что удалось сделать в эту кампанию, почему удалось удержать победу в этой кампании? Потому что никто не становился лидером, и никто не призывал людей выходить, защищать. То есть людей не нужно звать. Вот это было основным месседжем. Люди должны сами почувствовать, что их обманули, и выйти защищать свое. Не лидер им должен сказать, вы знаете, вас обманули. Выходите. В эту кампанию, вся кампания была построена таким образом, что каждый из вас лидер, и каждого из вас власть должна уважать. И вы представители этой власти. И сейчас как раз в Беларуси, мне кажется, 9 августа победа Светланы Тихановской и проигрыш Александра Лукашенко был для всех настолько очевиден, потому что за 26 лет ни разу в Беларуси не было таких многотысячных митингов ни одного из кандидатов. Первое. И никогда в Беларуси не стояли очереди, чтобы проголосовать, как было в эту избирательную кампанию. И когда в понедельник объявили результаты, и 80% набрал Александра Лукашенко по информации ЦИК, люди восприняли это как плевок, как унижение в очередной раз, и поэтому они вышли защищать свое, понимаете? То есть это такая отличительная черта, может быть, Беларусской революции, да, когда нет одного лидера. Каждый из вас лидер, как-то так, да? Да, когда есть лидер, это, знаете, нам намного проще осуществлять борьбу. Убрал лидера, и как бы протеста нет. А у нас стратегия такая, что неважно, есть ли лидер, люди все равно будут продолжать выходить. Вот сегодня я была на цепи солидарности, когда вышли женщины в Минске против насилия, и они, Ольга, там спрашивает, так, а что же дальше? Мы так за вас переживаем, если вдруг с вами что-то случится. Я говорю, знаете, не переживайте, потому что все равно победа уже состоялась, и без вас бы она точно не произошла. И то, что вы выходите на улицы, и то, что вы готовы защищать свое, это важно, и без этого просто ничего бы не произошло. Ольга, смотрите, вот этот вот координационный совет по передаче власти, да, он так красиво называется, вот, но вот я все равно не поняла, и с господином Римажевским общалась, как вы себе видите механизмы этой самой передачи власти? Ведь я так понимаю, что они предполагают, что Лукашенко добровольно отдаст эту власть, правильно? Не обязательно. Не обязательно, вот тогда интересно, расскажите. Ну, вообще, формулировка или цель координационного совета – это поиск путей, выхода из политического кризиса, который сложился, мы не ставим в себе цель какие-то программные документы пока, по крайней мере, и изменение внешнеэкономического, внешнеполитического курса или каких-то приоритетов. Основная его задача, и вот резолюция, которую мы приняли, там на сегодня абсолютно понятно артикулированы три требования белорусского общества. Это освобождение политических заключенных и прекращение репрессий, расследование тех убийств и насилия, которые произошли уже на прошлой неделе. И третье – это признание выборов, которые состоялись 9 августа, недействительными, проведение новых выборов. Транзит должен состоять через новые выборы, которые должны произойти. И это, в принципе, часть программы Светланы Тихановской, которую она говорила во время своей избирательной кампании. Светлана говорила, что я, когда народ меня поддержит и выберет, я проведу новые честные выборы, в которых смогут принять участие все кандидаты, которые таким, ну, как бы по незаконным причинам не смогли принять участие в этой кампании. Что вам для этого надо? Хорошо. Услышала я. Что вам для этого надо? Чтобы это все произошло? Нужно, чтобы выборы были назначены. Вот сейчас один из путей. Сейчас подана жалоба в Верховный суд. И в ней два требования. Отменить решение ЦИК об отказе в удовлетворении жалобы Светланы Тихановской. Вы верите в беспристрастных белорусских судов? Нет, конечно. Послушайте, никто не питает иллюзии. Я точно не питаю и не нахожусь в розовых очках. Но если говорить о том, что давайте мы сядем и будем ждать, пока кто-то нам принесет портфель и скажет, возьмите власть. Ну, как бы Александр Лукашенко не тот лидер, который это сделает сам. И нужно его подтолкнуть, это сделать. И сегодня все белорусское общество это делает. И на региональном уровне, например, этот диалог произошел. И мэры городов многих услышали своих людей и стараются сейчас найти какие-то пути выхода из этого кризиса. На национальном уровне пока этот диалог не состоялся. Но я просто убеждена в том, что если он не состоится, то все ответственность за то, что будет происходить, несет персонально Александр Лукашенко. Ольга, ну вам нужен для этих переговоров Лукашенко? Лично? Ну, естественно. Послушайте, как можно заставить человека, который не хочет разговаривать? Вы можете заставить человека говорить? Я не знаю таких инструментов. Сегодня на него давит все общество. И если ему все равно на свой народ, и он продолжает вести войну, то эта война обернется против него, не против людей. Потому что люди как раз мирные, и люди используют все законные способы сегодня. Никто не говорит о никаком насилии. Вы никогда не услышите, что мы призывали к каким-то незаконным действиям. И вокруг него, просто чтобы вы понимали, вокруг Лукашенко не он один принимает решения. Вокруг него огромное количество абсолютных профессионалов, людей, которые принимают ответственность за принятие решений. Но если он не хочет разговаривать, ну давайте поговорим с теми, кто готов разговаривать. Ну фактически, если с вами начнут разговаривать те, кто готов, как вы говорите, возможно, это представители президентского аппарата, или ЦВК, или силовики, то это уже будет говорить о том, что эти люди тоже против Лукашенко. То есть фактически нужны какие-то там, чтобы эшелон протестующих пополнялся какими-то представителями новых структур, так сказать. Правильно я понимаю? Ну так и будет, я думаю. И вы знаете, как это надлом произошел, но он не раскололся. То есть система-то внутри состоит тоже, я сама проработала много лет на государственной службе, и поверьте, я говорю о том, что я знаю. Там абсолютно большое количество людей, которые готовы сегодня действовать в интересах людей. Так вот это наша задача. Я просто, смотрите, просто процитирую вам, вот наши зрители тоже, да, многие переживают и следят за тем, что происходит в Беларуси. Вот человек под ником Белый Рус вот пишет. Созданный координационный совет – затея бесперспективная, потому что ни на какие переговоры с ними Лукашенко не пойдет, и никакие решения этого совета не будут иметь силы. У него нет юридической субъектности, пока нет переговоров с действующей властью. Вот такие вот отзывы есть у нас. Наша субъектность – это белорусский народ, который сегодня артикулирует абсолютно понятные всем требования. Они не хотят видеть Александра Лукашенко президентом, и они больше не хотят продолжать жить в таком государстве, в котором их не уважают. То есть если это кто-то не слышит, то еще раз говорю о том, каковы эти требования. И пролегитимность, субъектность – это все относительные абсолютно вещи. Мы сегодня все понимаем, что происходит в Беларуси, и никто там, как это, уезжать отсюда не хочет, но большинство уедет, заводы остановятся, бизнес не будет финансироваться внутри страны. Вот давайте теперь про заводы. Вы призываете к забастовке, а забастовка, я так понимаю, это то, чего, наверное, больше всего боится Александр Лукашенко. Я обратила внимание на состав президий и самого координационного совета. Там практически нет представителей трудовых коллективов. Я увидела некий человек по имени Сергей Дылевский, представитель Минского тракторного завода. Да, там есть, но вот Белшина, МАЗ, Азот, Нафтан, этих всех больших предприятий, для них места как бы там предусмотрены, но их нету. Почему представители таких вот больших предприятий не присоединяются к вам? Как вы думаете? Они бастуют, у них сегодня политические требования. Как они не присоединяются? Может быть, состав совета? Я не увидела их в составе совета. Да, я это имею в виду. Это не означает, что они не поддерживают. Ну, то есть, люди сегодня, смотрите, в предприятии, в этот список, который вы перечислили, там, на всех этих предприятиях, сегодня бастуют. И сегодня они не говорят, что, знаете, у нас зарплаты маленькие. Они сегодня говорят, мы хотим, чтобы Лукашенко ушел, чтобы всех освободили, чтобы государственные каналы транслировали правдивую информацию. Сегодня заводы предъявляют политические требования. И тут нельзя сказать, почему конкретно какого-то представителя они не выделили. У меня тут как бы вопросов к ним нет. Хотите, вступайте. Не хотите, не вступайте. Но мы поддерживаем все эти требования, потому что они коррелируют с тем, чего... Я все-таки просто думала, что наличие представителей трудовых коллективов – это важная составляющая. А вы говорите, что... Подождите, так важное, так они делают выбор. Они сами делают выбор, вступать им в совет или не вступать, входить в него или не входить. Сергей Доревский в президиуме. И он сегодня... Мы увидимся каждый день. Информация о том, что происходит на заводах. У нас есть рабочая группа, которая как раз занимается вопросами забастовок и вопросами ситуации на предприятиях. Поняла. Хорошо. Поняла вас. Да, просто мало времени. Хотелось бы немножечко больше. Вы уж извините, потому что нам с Украиной, может быть, как-то не так видится, как вам. И хотелось бы некоторые вопросы глубже копнуть. Хочу вас также уточнить, что вы думаете по поводу заявлений Брюсселя. Президент Евросоюза осудил... Евросовета осудил насилие в отношении протестующих. ЕС заявили, что выделить 53 миллиона евро белорусскому обществу, уменьшив помощь государству. Также там заявили, что там не признают выборы... выбора президента Беларуси. Как вам все эти заявления и как вы считаете, достаточно ли их? Послушайте, мы сегодня в Беларуси говорим о том, что... И вообще я всегда убежена в том, что нельзя демократию насадить из какой-то другой страны соседней, неважно из какой. Ее нужно вырасти изнутри самой Беларуси. И основа сегодня перемен. Это белорусы. И это Беларусь. Мы говорим о том, что мы поддерживаем прекрасные отношения со всеми нашими соседями. Мы не артикулируем никакого внешнеполитического, геополитического курса. И не говорим о том, кто у нас сегодня в приоритете. Нам нужно в Беларуси создать такое государство, которое будет правовым и которым будут доверять белорусы. И поддержку от всех наших соседей, если эта поддержка соответствует требованиям демократии и закона, мы это всех принимаем. Россия, Украина, Евросоюз, все страны, которые рядом с нами находятся. Потому что дружить и быть в хороших отношениях мы хотим со всеми. Вот смотрите, в Украине бытует еще такое мнение. Очень, кстати, в Украине есть много людей, которые говорят, что Лукашенко это порядок, это стабильность в Беларуси. Мол, тут белорусы сами не знают, чего хотят. Ну, находятся и такие, да. Но есть еще, знаете, такое мнение в Украине, что Лукашенко какой-никакой, но обеспечивает какую-то безопасность северных украинских границ. И, мол, неизвестно еще, кто придет следующий после Лукашенко. Может быть, этот следующий будет более пророссийский, чем Лукашенко. И тогда для Украины это совсем небезопасно. Что бы вы ответили на такие утверждения? У нас будет только про белорусский. Никаких пророссийских или про каких-то. У нас будет только про белорусский президент. Ну, вы же пока не знаете этого наверняка. Я знаю, я уверена в этом. Но мы для этого все сделаем. А вообще, возможно, что следующий президент Беларуси будет, ну, скажем, проевропейским больше, чем пророссийским? Вы знаете, что какой выбор сделает белорусский народ, такой будет... Смотрите, тут вопрос проевропейский, пророссийский. Сегодня не стоит. Потому что ситуация сегодня у нас с Россией вообще отсутствует граница, насколько вы знаете, да? Естественно. Поэтому... Поэтому тут говорить о том, что... Тут говорить о том, что вопрос выбора, вопрос выбора сегодня за белорусами. И большая проблема, на мой взгляд, если говорить уже о мне как о политике, это правовое поле и заключение в свое время каких-то договоров, о которых не спрашивали у белорусов. На мой взгляд, для того, чтобы выбрать какой-то приоритет или с кем заключать договор, как заключать договор, это возможно через проведение референдума. И в этом белорусский народ должен сам выразить свое мнение. Поэтому мне кажется, что важно выбрать президента и наладить функционирование всех систем, в первую очередь выборов. Когда в Беларуси будут честные выборы всех уровней, тогда можно сказать, что белорусы принимают участие в принятии решений. Пока этого нет, достаточно сложно говорить о том, сегодня выбор принимает один человек, и мы хотим это исправить. Этот один человек, очевидно, вы имеете в виду Александра Лукашенко, заявил, что впервые за 25 лет ему пришлось приводить основные части вооруженных сил страны в полную боевую готовность. О чем это вам говорит? К чему вы готовы сейчас? Это абсолютно манипуляции. Он месяц назад говорил, что вся команда Виктора Бабарики, Светлана Тихановской финансирует из России. Как только его поздравил Владимир Путин, 10 августа он сразу же сказал, что нас финансирует Евросоюз или еще какие-то страны. А сейчас он говорит о том, что какие-то войска там на границе с Западом. Это информация абсолютно не соответствующая никакой действительности. Это запугивание и защита своих позиций. Вы не верите, что он тогда с приказом стрелять? По кому? Так вот, послушайте, почитайте, что он говорит. Он уже говорит, что боевую готовность не против своего народа, а он запугивает тем, что кто-то тут пытается вторжение какое-то осуществить или какие-то третьи силы, может быть, вмешаются в процессы в Беларуси. Если он отдаст приказ стрелять, то это будет последнее, что он сделает на посту президента, потому что дальше, ну то есть события 10-11 уже показали, что чем это грозит сегодня силовому блоку и лично Александру Лукашенко. А чем это грозит, Ольга? Люди ему не простят, уже не простят, 5 человек погибло. Какая стрельба, какое насилие? Очнитесь там, принимающие решения правоохранители. Вы что, мы вас финансируем, а вы нас стреляете за то, что мы делаем свой выбор? Мы вообще не поступаем ни в какое противостояние с властями. Митинг, который прошел в прошлое воскресенье, на котором было, по подсчетам, от 300 до 500 тысяч человек, на котором не было гаишников, милиции, не было сотрудников зеленстроя, которые убирают. Люди собрали мусор, ни одного инцидента не произошло, 500 тысяч человек. Как только приходят силовики, это каждый раз какие-то провокации с их стороны и противодействие мирным демонстрантам. Беларуси – это мирная нация, мы не хотим ни с кем воевать, мы хотим, чтобы нас услышали. И не нужно применять насилие к своему народу. Ну это такие больше нравственные поучения, но все-таки вы же не знаете наверняка, отдаст он приказ стрелять или не отдаст. То, что мы видели, то, как избивали людей. В общем-то, вы готовы, я так понимаю, к любому развитию сценария? Мы не готовы к любому развитию сценария, мы готовы только к мирной передаче власти, потому что в борьбе за власть не должен пострадать ни один человек. Самое ценное... Ну хорошо, Ольга, сколько вы даете Лукашенко, что он передаст власть мирно? Вот сколько надо на это времени? Вы вот себе представляете? Это процесс. Ну сколько он может? Полгода, год. У вас в Украине совсем другая ситуация. Вот вы смотрите совсем с другой стороны. У нас Лукашенко власти 26 лет. И вот только в один день мы сможем что-то сделать здесь. Вы за столько лет не можете перед демократией сделать, чтобы в Украине было более-менее порядок. Поэтому я и спрашиваю, сколько вот по вашим предположениям это может затянуться? Насколько времени? Я не знаю, насколько это время затянется. Но то, что этот процесс идет, и он начался, это, ну как бы, и он не остановится, поверьте. Он не остановится. Это уже очевидно абсолютно. Когда в начале кампании Виктор Баварика говорил о том, что нельзя будет сфальсифицировать волю большинства, все смеялись и говорили. Ну многие, я слышала такую критику, что «Ой, да что, столько лет фальсифицировали выборы, а сейчас не сфальсифицируют». Да, сфальсифицировали. Но большинства нельзя было сфальсифицировать в другом плане, не на бумажках. Последний вопрос. Смотрите, одно из требований протестующих это отпустить всех политзаключенных. Вообще, имейте представление, о каком количестве людей идет речь? Всех ли уже посчитали? Потому что я знаю, что там много людей числились как пропавшими без вести. И вообще был вопрос, живы ли они. Есть какая-то информация на этот счет? Ну, смотрите, есть понятие «задержанные». Это люди, которые получили какие-то административные аресты. Есть понятие «арестованные». Это люди, которым грозит уголовная ответственность. Эти все списки ведут правозащитники. И, насколько я знаю, по вчерашней информации о двух человеках только не было информации о их судьбе. Это то, что я читала в средствах массовой информации. Поэтому количество – это десятки человек. И, конечно же, многие из них абсолютно по сфальсифицированным, сфабрикованным делам сегодня привлечены к ответственности. И не могут преследоваться люди за их политические убеждения. Хорошо, спасибо вам большое. Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской и член Координационного совета по передаче власти в Беларуси. Правильно я сказала? Ну, он называется Координационный совет. Я не знаю, кто придумал это продолжение. Это, по-моему, только от украинских коллег звучит эта концовка. Серьезно? То есть это просто Координационный совет без передачи власти? Да, действительно, в наших медиа вот именно так его и называют. И я как раз... И что, может, ты зайти на него посмотреть? А, Ольга, позвольте еще вот прям последний-последний вопрос. Что сейчас показывают в белорусских новостях? Есть ли уже результаты деятельности российских медиа, которые якобы высадились у вас там и продолжают работать вместо белорусских журналистов? Я вообще не смотрю белорусский канал уже несколько лет. Это первое. А второе, действительно, есть информация о том, что 15 сотрудников российских сейчас работают на БТ, но многие увольняются. Я знаю, что наши коллеги, ну, то есть те, кто ушел из государственных телеканалов, сегодня хотели бы создать свое какое-то медиа, которое бы транслировало праведивую информацию. Спасибо вам большое. Ольга Ковалькова была на Радио Свобода. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе Радио Свобода та Радио Свобода Украина. На все доброе. До свидания, Ольга. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...